Привет, соратники! Произошло открытие охоты весенней у нас, наконец-то, 29 апреля. Гусь уже давненько порхает, но, тем не менее, сегодня пришли мы с утреца на болото. Вчера я, правда, приходил, скрадочек подготовил, обновил. Так, пока оборудовали скрадочек, вот уже с полем добыл белолобика хорошего. Стрелял троечкой, 32 грамма. Бит хорошо, чисто летал одиночка, нашел на чучела, бил метров 30. Так, теперь как я охочусь, значит, обязательно маска на болоте. В принципе, она, если густой скрадок, можно и не пользоваться, но желательно. Потому что птица очень хорошо видит. Зрение у птиц всегда лучше, чем у человека в несколько раз. Плюс ко всему, птица хорошо видит в ультрафиолете. Поэтому вся одежда должна быть проверена ультрафиолетовым фонариком. Или, как я проверяю, у меня детектор валют старый. Я просто подвожу кусок одежды и смотрю. Если отсвечивает в ультрафиолете, я бракую. По этому поводу, кстати, есть выражение, что шапка везучая или куртка везучая. А просто она не бликует на птицу и все. В ультрафиолете, по крайней мере. Бывает так, что одежда нормальная, а в ультрафиолете светится, как новогодняя елка. Поэтому старайтесь проверить. Бывает, помогает неплохо. Ну и, естественно, минимум движения, максимум качественной работы с манком. Ну, с Богом, поехали. Летают косички изредка. Будем пытаться наманивать. Ну, сами все увидите. Да, кстати, еще подроби, которые использую на охоте. Обычно я стреляю в правый ствол единицу без контейнера, в левую нулевку. Но в последнее время вдруг у меня стреляет тройкой строго. И вот решил я в этом сезоне попытать счастье пострелять мелкими номерами дроби. Потому что я и так гуся напускаю, как правило, метров на 20. Ну, 25 стреляю первый выстрел. То есть смысла нет в крупной дроби. Пятерка его прошьет на вылет. Поэтому в правый ствол пятерочка, в левый троечка. А пятерочка почему? Почитал у канадского нашего земляка. Не почитал или не посмотрел видео. Вот он рассказывал, как там дедок местный хромой охотится на отстойниках. Он стреляет пятеркой. Он, кстати, тоже рассказывал про мелкие номера дроби, что перешел на четверку. А дедок вообще пятерочкой стрелял гуся. И прекрасно у него все падало и ложилось. Так что мы сейчас это все проверим, постреляем. В принципе, я не сомневаюсь, что на близкой дистанции, тем более я всегда обычно на близкой дистанции, гусь бьется в голову, в шею. А тут мелкая дробь. Все должно получиться. Ну ладно, с Богом, поехали. Сейчас завернут против ветра. Могут найти. А могут и не найти. Может, нас рисовали. Пошел, 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 снижайся. Пошел, пошел, снижайся. Пошел, пошел, снижайся. Вон, вон, выше. Нет. Вон, вон, влево. Вот смотри, по ружью. Вон он садится. Вон он сел где-то там. Подронок? Да. Хорошо. Итак, пятерочка первым выстрелом. Вид чисто. Вот голова. У меня корпус есть что-то тут. Суть не в этом. Пятерочка-то работает. Второго бил тройкой. Но почему-то получился подранок. Ушел. Сейчас пойду искать. Тянул метров 300. Приду, расскажу. Так, прошли мы метров 300. Стротка. Нашел я его. Вон лежит. Белая точка. Крыльями дрыгает. Не знаю, подпустит на выстрел, не подпустит. Надо, куда погоняться. Но допирать в любом случае надо. Что делать? Дело какое святое. Подранка добрать. Тем более, если есть возможность. Ну, слава богу, не пошел. Так, возвращались сейчас к срадочку. Вот, нашел место, где он упал. Вот видите? А нашли мы его. Вон метров еще. Ну, не за 200, а метров за 150. И вот, смотрите. Бит, значит, он был. Брюшину. Опять я обзадил немножко. Хотя нет тут вот, что-то и шипаем. Ну, посмотрим, ощипаем. Ну, походу, обзадил по брюшине, поэтому утянул далеко. Первый-то чисто бит был в шею-голову пятерочкой. А этот троечкой немножко обзадил. Видимо, он уже скорость набрал. Он уже все-таки немножко сопреждение самому удалось. Что-то я и первого обзадил, и третьего. Ну, а реализация сегодня у меня пока 100%. Итак, отохотились мы сегодня. Время не 8 часов утра. Норму выполнили. Охота закончилась скоротечно. Ну, и слава богу, дождик идет. Коротенько. Продолжение следует...